Приветствую вас в студии Зебра ТВ, временной исполняющей обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Я главный редактор Зебры Сергей Головинов. Сразу оговариваемся, что будем оставлять за скобками вопросы внешнеполитические, поскольку это не наш уровень, не наша компетенция. Мы живем во Владимирской области, и что бы ни происходило на границах нашего государства, нам важно, интересно, и нужно знать, куда, с кем и как мы идем. Об этом мы и будем разговаривать с Александром Александровичем Махавдеевым. Александр Александрович, вас в Владимирскую область назначил на правил президента России Владимир Путин. Это само по себе уже очень большой карт-бланш, но вот насколько мы представляем, в такой политический путь не отправляют с пустой котомкой. То есть какие-то, наверное, были даны карт-бланш, какие-то обещания, какие-то преференции. На что Владимирская область может рассчитывать в связи с вашим приходом? Здравствуйте, Сергей. Ну, это такое расхожее представление, что вроде бы раз губернатор был прислан, значит, с ним еще и большой инкассаторский автомобиль с деньгами приезжает. Ну, такого, к сожалению, не бывает, но, правда, это не значит, что поддержку мы не можем получить или, к примеру, мне откажут в каких-то просьбах. Тут парадокс в том, что мы, к сожалению, сами пропускаем те возможности, которые есть у области для участия в различных программах. Ну, к примеру, если действует программа, поддержанная президентом, выделены большие деньги, вошла в народный бюджет, там, ремонт школ, то многие регионы получили по 400, по 600 миллионов, по миллиарду рублей на ремонт школ в 2022 году. К сожалению, Владимирская область одна из трех, которая не заявилась в эту программу. Хотя, возможности это есть, и это обидно упускать такие возможности, даже не нужны дополнительные деньги, хотя бы вот в эти программы. Примерно то же самое у нас по программе развития села, допустим. У нас только один район заявился, хотя области получают приличные деньги на несколько районов, для развития, комплексного развития сельских территорий. И нам бы надо научиться хотя бы этими программами управлять и заявляться для того, чтобы получать эту поддержку. Но если говорить о дополнительной, то есть вне плановой какой-то, что действительно там поддержка со стороны, скажем, администрации президента, правительства и так далее, мы это получаем. Как только нам понадобилось, допустим, строительство инфекционного корпуса, мы получили поддержку от Минздрава, от Минфина. Мы сейчас, по моей просьбе, получим поддержку по приобретению транспорта и по дополнительным средствам по ремонту дорог и комфортной среде. Нас слышат. Но в данном случае на Кремль, надеюсь, сам не плашает. Нам важно научиться работать с теми программами, с теми возможностями, которые уже есть. К сожалению, мы эти возможности часто упускаем. А так в остальном тоже нас поддерживают. Александр Александрович, по поводу вопроса стратегии, он вроде как глобальный такой, масштабный, но хотелось бы не пугать людей и спросить следующее. Вам хорошо знаком опыт Калужской области. Он достаточно хорошо известен во всей России. Если упрощенно сказать, это акцент на инвестиции. Ради привлечения якорных инвесторов, имиджевых инвесторов, ресурсных инвесторов. Область готова тратить деньги, ждать определенное время, пока пойдет, как говорится, выхлоп и обратка от того, что открылось какое-то предприятие. Эта модель применима к Владимирской области? Вы ее примеряли или нет? Я бы сказал, что это не модель Калужской области, а, к примеру, это модель Китая. Когда мы говорим о той индустриализации Китая, которая привела его на те проценты роста внутреннего валового продукта, на ту позицию в мире, когда, по сути дела, Китай является мировой фабрикой, это как раз вот этот путь, который начался в 79 году с известного посыла Дэн Сяопина и продолжается по сей день, только-только набирая обороты, но иногда сбои, как и в любой экономике. Это создание условий, это огромная программа индустриализации, потому что именно в индустрии лежит высокая добавленная стоимость, рабочие места, доходы для граждан и доходы для бюджетов всех уровней. И этот путь, он уже не уникален. И в данном случае пример Калужской области, это один из тысяч пример-последователей, которые и в Европе, и в Азии, значит, и у нас на территории страны, Казань, Липецк, значит, много территорий, которые за счет индустриализации, ускоренной индустриализации, получили вот эти вот хорошие проценты роста в экономике. Собственно, весь путь и заключается в том, что когда мы говорим об ускоренной индустриализации, это значит, что мы создаем такие условия, мы сами подталкиваем предприятия для более быстрого строительства, для опережающего роста их производств, потому что во всем мире, скажем, если раньше брать сельхозуклад, в сельском хозяйстве требовалось большое количество людей, было много ручного труда. Сейчас мы наблюдаем отток населения села, потому что технологии стали современными. Раньше для того, чтобы обеспечить, не знаю, надой в тысячу тонн, необходимо было огромное количество людей на селе. Сейчас в 10 раз меньше. И поэтому эти люди нуждаются в работе, и желательно, чтобы эта работа была высокооплачиваема, значит, с высоко добавленной стоимостью на предприятия современной экономики. Что такое опережающее? Если, к примеру, у нас есть предприятие, которое имеет свои планы развития, и, в принципе, если хотя бы не мешать, это хотя бы первое, что необходимо делать, и бизнес всегда об этом говорит, как, чем вам помочь, хотя бы не мешайте, то темпы будут развития, ну, не знаю, там, 2-3%. А вот если еще научиться не мешать, а создать такую среду, когда ты еще имеешь возможность помочь, вкладывая часть каких-то денег, может быть, бюджетных, в расчете на будущую отдачу, то ты получаешь другие темпы, ускоренную индустриализацию с повышенными темпами роста. И тогда ты получаешь темпы не 2-3%, а получаешь темпы 5-6-7%. И действительно, в горизонте 7-10 лет эти инвестиции, которые, ну, это или займы, или есть такое понятие, tax increment financing, это когда ты вкладываешь деньги в расчете на то, что инвестируешь, бюджетные, к примеру, деньги, да, или заемные, на то, что эти средства будут возвращены за счет будущих налогов, будущих доходов. И в горизонте 7-10 лет ты получаешь... 7-10, не 7-10. 7-10 лет ты получаешь удвоение практически валово-регионального продукта. Поэтому данный опыт, еще раз говорю, он не уникален, он пройден, он зарекомендовал себя везде. Каждая страна стремится найти свой путь в этой части. Свою нишу, да? Свою нишу с точки зрения технологий, кто-то IT, кто-то биотехнологии, фармацевтика, товары для жизни и так далее. Значит, это индустрия, тяжелая индустрия. И для Владимирской области это абсолютно возможно, потому что у нас есть предприятия, у которых есть свои планы по развитию. Но если мы им будем помогать, то скорость удвоится, и мы получим больший эффект. Вот наша задача делать так. Хотел очень спросить, на встрече с главными редакторами, без галстука, которая осталась, офф-рекордс, да? Вы, тем не менее, немножечко приоткрыли свои личные планы по поводу обустройства своей жизни, жизнь себя и своей семьи во Владимирской области. Можем мы их сейчас рассказать? Что-то из этого? Да, но сейчас потихоньку уже как бы волна ковида пошла на спад. Было бы странно, наверное, если бы я первые 2-3 месяца занимался бы своим бытовим условием, а не занимался бы медициной и вообще проблемой, которые сложились на конец 21-го года. Ну, сейчас я принял решение, что я приобретаю уже участок, это в пригороде Владимира, в одном из поселков, и буду строить дом. И буду обживаться там. Дом вы... Можно сказать о том, какой дом вы планируете строить? У нас в Киржаче предприятие XL запускает инновационную линию по производству домов, фабричных, и я, пожалуй, стану, наверное, может быть, даже их первым клиентом. То есть это наш производитель, и мне бы хотелось попробовать эту инновационную технологию. А семья в полном составе приедет? Или... Семья у меня... У меня жена, сын и дочь, да. Но сын в Москве учится, когда доучится, там будет принимать решение, где дальше работать, а с женой, с дочкой приедем сюда. Выбрали школу? Да. Можете назвать? Ну, могу сказать, что или 25-е, или 23-е, скорее всего. Интересно. Возвращаемся... Опять же, на самом деле, в том числе и за близости к работе, относительно тут, в районе улицы Горького. Возвращаемся к работе. Кадровый вопрос многим не дает покоя. Вот в каком аспекте? В аспекте фарягов, или так называемых вахтовиков. К сожалению, последние лет 5-7 во Владимирской области уже перестали болезненно воспринимать приезжающих специалистов. Но к ним возникает вот такая претензия, такой вопрос. Они проработали и уехали, они не оседают. Нормально ли это? Вот как вы думаете, стоит продолжать обновлять управленческие кадры свежей кровью? А может быть, эту свежую кровь искать не на стороне в других регионах, а условную репатриацию тех кадров, которые уехали из Владимирской области по разным причинам? Или не востребованы? Остались, но не востребованы? Ну, смотрите, на самом деле, все гораздо проще. Вот сейчас при подборе я опираюсь в основном на местные кадры. Хотя кажется, что вот пришел заместитель Куимов Владимир, допустим, вот Баранов из Калутии и так далее. На данный момент ключевой вопрос это быстрое вхождение в федеральные программы. И до этого требуется опыт и требуются навыки работы с федеральными министерствами, с федеральным правительством. И те, кто соответствуют этому критерию, те быстрее нам в 2022 году и дальше дадут эффект от того, что пойдут деньги. В буквальном смысле пойдут деньги. Потому что необходимо пользоваться инфраструктурным меню, инфраструктурными бюджетами, кредитами, программами и так далее. К сожалению, так сложилось, что на концу 2021 года мало кто из коллектива, из команды мог это делать. Поэтому появление одного из заместителей ровно с этим связано. Если говорить, допустим, наоборот, про внутреннюю политику, про внутреннее знание проблем, про понимание, что происходит на территориях, в районах, муниципалитетах, что происходит в обществе, то здесь, безусловно, местные специалисты, Дмитрий Николаевич Лызлов, как раз полностью соответствуют этой задаче. И в целом, если посмотреть чуть поглубже, кажется, что кругом варягивы, если посмотреть поглубже, что происходит в департаментах, в гупах и так далее, там я как раз возвращаю только местных специалистов. Потому что они лучше знают, как работает коллектив, как устроена система, как она сложилась, какие взаимоотношения и так далее. И там опора полностью на местные кадры. И еще очень важный кадровый вопрос по поводу практики конкурсного набора на должности. Как вы к этому относитесь? Потому что, как у любого механизма, есть плюсы, есть минусы, но просто, если не конкурсный отбор, то как человек, который искренне хочет что-то сделать нормальное в Владимирской области, не набить карман, не построить карьеру, а у него есть какие-то идеи, вот какой у него социальный лист, чтобы попасть в команду губернатора Авдеева? Формально, не поверите, формально у нас 90% должности это конкурс. Понятно, часто он проводится именно формально, потому что он из узкого выбора специалистов, которые так или иначе уже где-то рядом работают, либо в районном уровне, либо в областном, и так далее, в департаменте, и так далее. Поэтому формально можно обеспечить конкурсные процедуры. Но по факту требуется оценка и профессиональные знания. Часто бывает так, что без опыта работы в публичной власти, без ступенек, пройденных в муниципалитете, в учреждении, в муниципалитете, потом в части областной структуры, допустим, департамента, и так далее, очень сложно быстро войти на высоком уровне, войти в те задачи, которые стоят перед департаментом, администрацией, и так далее. Часто бывает так, что те, кто говорят, что мы бы хотели поработать, и так далее, сразу, без обид, но тем не менее, хотят сразу руководящие должности. Хотя на самом деле, для того, чтобы как раз соответствовать всем требованиям, надо пройти некоторые ступеньки. Надо пройти эти ступеньки, получить этот опыт, получить опыт публичной работы, взаимодействия. Там очень много сильно отличается от работы в частном секторе, в деловом секторе, и так далее. И вопрос тогда, насколько человек правильно себе представляет. Очень многое дело, хотелось бы быть уже руководителем, но не хочется потратиться на то, чтобы хотя бы полгода, год пройти какую-то муниципальную практику, допустим, да, может быть, чуть на ниже позициях, но тем не менее, получить этот опыт. Я думаю, что если будет правильное, адекватное представление об этом, то у человека есть все шансы попасть на муниципальную, либо пока на рядовую должность в наши структуры, в учреждения, в департаменты, ведущие специалисты, заместители и так далее. Адаптироваться, и только после этого можно подсказать, во-первых, получается у человека это или нет. Немногие могут адаптироваться к правилам государственной муниципальной службы. Немногие. Это не у всех получается. К сожалению, иногда кто-то начинает путать государственную с частной лавочкой. И таких случаев, к сожалению, очень много. И не всегда те хорошие иногда идеи, которые у людей есть, они реализуемы в рамках законодательства. То есть в частном секторе это можно сделать, в строительстве это можно сделать, в НКО это можно сделать. Правила, которые существуют для муниципальной и государственной службы, бюджетного законодательства не позволяют иногда так оперативно делать. Заставляют все делать через бюджетные правила, через бюджетный кодекс, через 44-й закон, через ряд других. Это ограничения, но это консервативные ограничения, которые призваны сохранять финансы, имущество и прозрачность работы государственной муниципальной службы. Я так понял, идеалистам с горящим взором нечего делать, вашей команды. мы найдем применение, еще раз говорю, если это адекватное представление, что мало, условно, нарисовать какой-нибудь чертеж, допустим, и думать, что это можно легко реализовать, а публичное слушание, а генеральный план, а проекты, планировки, а мнение других людей... но без этого никуда. Абсолютно верно. Хорошо. Александр Александрович, у вас уже есть внутренние решения по поводу застаревшего вопроса с так называемым Владимирским посольством в Москве. Надо? Не надо? При вас будет оно или вы считаете, что это излишние траты? Стоит достаточно дорого. Особняк, центр Москвы, историческое здание, его содержание, штат и руководитель в статусе вице-губернатора. Вот у вас сложилось в голове что с этим делом, с этим кейсом? Надо 100%. И надо, чтобы это работало. Часто, не часто, а задача, чтобы представительство выполняло не просто посольскую роль и какие-то приемы и так далее, а как раз деловую роль с точки зрения работы с теми контрагентами, которые мы бы хотели, чтобы стали нашими партнерами, инвесторами, финансовыми партнерами по ряду вопросов и так далее. Иногда важно, и вот это тоже одна из функций, чтобы не дергать отсюда специалистов, допустим, где-то на совещании где-нибудь в правительстве, в министерстве. Там руководитель представительства может запросто подменить любого из заместителей губернатора, если требуется какое-то совещание, коллегии и так далее в Москве, чтобы люди здесь работали на местах, решая проблемы поменьше выезжая просто по дежурным поводам, потому что надо посидеть на совещании, надо сходить к министру, представительскую функцию и так далее. Это очень важно. Это кажется, что оно не нужно, если это не использовать. Если это использовать, это приносит гораздо больше выгод и перспектив, чем если бы мы отсюда пытались бы контактировать со всем миром. Потому что Москва центр концентрации со всем миром, столица все-таки, и иностранные компании, и отечественные предприятия, и вообще обмен информацией и так далее. Участие в выставках иногда даже требуется просто перевалочный пункт, когда мы, допустим, представляем свою область на каких-то московских международных выставках. Сейчас с пандемией поменьше этого стало, но в целом наше позиционирование мы намерены усиливать. Поэтому 100% будет работать, 100% функционал будет разрастаться, но с пониманием, что должна быть отдача. И исходя из ваших объяснений, что руководитель представительства в определенных обстоятельствах и ситуациях будет подменять, как бы, да, замещать вице-губернаторов, соответственно, статус у него тоже должен быть вице-губернатор. Думаю, да. Ну, чтобы к нему в правительстве, там, в Госдуме относились... Большинство регионов так и сделано, что... У нас тоже был заместитель губернаторов в большинстве регионов. Я не знаю, из всех регионов, которые, ну, мне так знакомы, либо лично, либо косвенно, у всех есть представительство ровно с такими функциями. Менее эффективно, более эффективно работает, но тем не менее, с такими функциями. Наша задача сделать это не не статусным органом, а деловой организацией, которая приносит доходы в бюджет области. Александр Александрович, чуть-чуть, так, совсем чуть-чуть, ну, такой политический вопрос, да, в сентябре выборы, да, вам надо проходить через эту процедуру, несмотря на то, что президент назначил, но вот надо избавляться от этой приставки временной, исполняющей обязанности. Кстати, не обидно? Нет. Ну, вот в Рио вот это вот вечно надо добавлять, нет? Название не имеет значения, то есть, я вот всегда говорю, что содержание важнее формы. Так вот, чтобы избраться, ну, надо завоевать любовь и доверие и уважение избирателей, жителей Владимирской области, которые придут на выборы. Соответственно, у вас должен начаться, если брать отношения мужчины и женщины, конфетно-букетный период. Что у вас в букете и что в коробке с конфетами. То есть, чем будете завоевывать, но это все равно же им, в том числе, это эмоции, это выбор не только головой, не только вот какими-то практическими соображениями. Если обратили внимание, то я стараюсь общаться и с журналистским сообществом, и с интернет-сообществом, и с людьми на территориях, когда стараюсь вот почаще выезжать в районы для того, чтобы понять, что происходит, каков запрос людей, самому оценить ситуацию, потому что иногда кажется, что надо решать вот эту проблему, а на самом деле источник проблемы в другом режиме. Исходя из того, что информация, из личного опыта, из личного представления, те проблемы, которые накопились, они, ну, как и обычно, можно разделить на те, которые можно решить быстро, которые надо решить. И, к сожалению, быстро не решишь, требуется время на это. Из таких кричащих проблем вот медицина, и, к сожалению, ни одна область самостоятельно вряд ли сможет это решить, но мы будем ее решать. Построим инфекционный госпиталь, будем заниматься, значит, медициной, системой взрывоохранения первичного звена, приема, регистратуры, врачи, общей практики, совершенствование системы взаимоотношений с людьми, там, колл-центр 122, упростить вообще взаимоотношения с системой здравоохранения, чтобы повысить комфортность хотя бы, значит, с кадрами задача поставлена, чтобы у нас все-таки... Кадр это долгоиграйка, да? вот что-то можно... Сокот точно не решишь. Что-то можно постараться решить быстро, грубо говоря, принять дополнительные программы поддержки и привлечения кадров, но в долгосрочной перспективе мы видим, что как конкуренция между регионами, там, условно, кто-то дает 500 тысяч, а кто-то уже дает миллион, допустим, подъемные, да, и люди так перетекают из одной области в другую. И тут нужна действительно система в этом отношении. Важнейшая проблема, которую надо решать быстро, и мы намерены ее там решить, вот весна, лето, это транспорт. Начать решать так, чтобы это стало заметно, и чтобы было у людей понимание, что власть эту проблему видит, решает, и она потихоньку сдвинулась с мертвой точки, и качество, значит, перевозок пассажирских улучшается в районах, в городе и так далее. Это по-прежнему продолжается, она неплохо начата была, главное не терять темпы, может быть, даже нарастить, это проблема дороги и комфортная среда. Людям важно, чтобы, выходя из подъезда, они не по лужам шли, да, и по ям, а спокойно могли перемещаться и говорить, что город комфортен, удобен, а не травматичен, да, значит, ни для автомобиля, ни для человека. Нам требуется создание, все-таки, то, что мы чуть-чуть раньше говорили о создании новых рабочих мест. Несмотря на то, что у нас, в принципе, неплохо ситуации с безработицей и вакансий гораздо больше, но если посмотреть на уровень средней заработной платы, то мы выясним, что ситуация, ну, скажем так, не печальная, но точно заставляющаяся задуматься. Мы находимся на 14-м месте в Центральном федеральном округе. А что это значит? Это такое вот колесо, которое, вот нам надо из него выходить. Что такое колесо? То есть, средний по экономике у нас там условно 33 тысячи рублей. Значит, от среднего по экономике считается зарплата бюджетников. А это весь социальный сектор. Когда мы говорим о том, что у нас медики убегают, что у нас врачи уезжают, то мы как раз привязаны к средней по экономике. И чтобы была возможность платить и социальным структурам повышенную зарплату, в экономике должна зарплата расти. Мы сейчас повышаем в этом году, ну, по сути дела, индексируем, но, тем не менее, это неплохое повышение по социальной сфере. И рассчитываем, что и экономика тоже включится в этот процесс, и средняя зарплата по экономике подрастет. А значит, будут рабочие места, которые будут привлекать людей. И люди будут оставаться, а не уезжать в Москву. И нам требуется, опять же, для опережающего развития, чтобы мы не только в этом году, да, там, там что-то делали, а чтобы бизнес и люди понимали, что есть перспектива. Вот новое предприятие, вот новое предприятие, здесь рабочие места, здесь рабочие места. И могли планировать свою жизнь, студенты могли планировать свою занятие на протяжении, там, пяти, семи, тире, десяти лет в среднесрочной перспективе. И тогда у нас вся система и бюджетная, и частный сектор будут стремиться к хорошим показателям. А это значит, здесь будут оставаться люди, это значит, что мы станем привлекательными. И вот такие задачи стоят в первую очередь, в первую, вот я бы сказал, и краткосрочные, и среднесрочные перспективы. У нас много задач в сельском хозяйстве, мы не очень хорошо выглядим, а это от этого зависит жизнь на селе. Мы опять-таки, как я говорил, по образованию и по, скажем, участию в программе комплексного развития сельских территорий, значит, тоже плохо участвуем. У нас всего лишь Собинский район в прошлом году заявился, вот сейчас активизируемся, чтобы хотя бы два, три, четыре района попали в эту программу. Мы просто не используем те возможности, которые нам дает федеральное правительство. Вот такие задачи стоят. Но ярко это что-то. Будет политтехнологическое какое-то обещание, или надежда, или мечта. Я вот пойду туда. Ну, или вот прагматизм, и все. Я честен, прагматичен, и вот нравится, выбирайте. Если мы научимся работать быстро, если мне удастся команду, администрацию, совместно с главами, совместно с бизнесом, значит, собравшись показывать быстрые результаты, то в каком-то смысле, значит, из рутинной работы можно будет сотворить и чудо. То есть, делать то, что раньше делалось в течение трех лет, допустим, делать за год. Но это может только сообща. Не знаю, получится чудо или нет, но мы будем к этому стремиться. Александр Александрович, вот опять возвращаясь к встрече без галстука с главными редакторами. Все-таки мы долго говорили, почти два часа, живо, и интенсивно, и все равно не хватило времени. Вы, когда описывали свой метод, свой подход, свою работу, использовали очень яркую и многим понятную, мне, по крайней мере, точную, автомобильную метафору. Вы ее просто так использовали? Или вы на самом деле автомобилист? Если да, то вот мне, как автомобилисту, интересно, что вы любите машины? Какие вы машины любите? По бездорожью гонять, по шоссе ездить, по городу, там, трифтовать? Ну, и метафоры, и одновременно правда. Права я получил 17 лет, на них даже на правах было написано, действительно, только когда исполнится 18. Значит, и у меня уже стаж, получается, там, 29 лет, и много поездил, ну, относительно много, и на самом деле, даже в какой-то момент устал. Там разные мы в автомобиле было, сначала была у отца Жигули, шестерка, потом у меня Жигули шестерка, потом там Форд был, сейчас у меня там Нива, и у супруги Гольф, а так вообще, ну, какие-то кроссоверы в целом, кроссоверы, может, микроавтобусы, вот такой, исходя из моих габаритов, мне машины побольше нужны. Ну, а как водитель, наелись уже, вот пассажирам приятнее ездить, на служебном автомобиле, это как бы... Ну, тут... Или тянет за руль, иногда по... Иногда езжу, но немного, немного, буквально. времени нет, там, не знаю, в магазин по делам или к маме на дачу или там в деревню заехать, допустим. А в основном, конечно, перемещаюсь на служебную давно уже. Александр Александрович, по поводу стратегии, еще раз хочется вернуться. Вы говорили об индустриализации, да, об этом вот рывке промышленном, который вы видите, да, как возможное, да, стратегическое развитие в Владимирской области. Здесь немножко пугает экологический аспект. Люди, когда говорят промышленность, да, побаиваются. В Владимирской области много лесов, много агротуризма, просто исторического туризма. Не думаете ли вы, что оставляя, как говорится, за промышленностью ее право развиваться и расти, акцент основной лучше сделать, используя другое конкурентное преимущество в Владимирской области, выгодное ее территориальное положение и развивать логистические центры. Кстати, опять же, вы как, одно из соглашений, которое вы уже подписывали, да, это Вайлберрис, да, крупный логистический центр. Вот, логистика, не стоит ли вот в этом направлении двигаться? Не такая нагрузка на экологию, большое количество рабочих мест, быстрая отдача, быстрее, чем, кстати, в промышленности логистический центр. Вот, думали в этом направлении? Или я вам подарил идею? Нет, 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 вы ровно в тех же трендах рассуждаете, в которые мы размышляем, и здесь есть несколько аспектов. Где-то я уже говорил, но повторюсь, действительно, мы очень выгодно расположены, у нас, в принципе, от центра, ну, от столицы государства, вся страна на восток, и основная трасса идет как раз через нас. И с появлением еще более быстрой трассы, М-12, у нас появляются возможности и угрозы. Угроза – это стать такой, прошу прощения, вылетной трубой, из которой все вылетает. Специалисты, инвестиции, деньги в Москву, товары на Дальний Восток, а здесь ничего толком не остается. Ну, на Восток, в смысле Урал, Сибирь, и так далее, по Волжье. Такой пример есть, это Тверь и Великий Новгород, которые находятся между двух мегаполисов и испытывают проблемы с развитием, потому что все либо тянется к Москве, либо в Ленинградской области, в Санкт-Петербург. Такая аэродинамическая труба получается? абсолютно верно. И как сделать так, чтобы что-то здесь оставалось, это большого труда и больших усилий требует. И мы можем, к сожалению, стать в каком-то смысле жертвой этой трассы, потому что будет Москва и московская агломерация, и будет дальше Нижний, Казань и Восток, которым либо туда, либо сюда, но людям что здесь делать? Зачем на полпути останавливаться? И наша задача как раз из этой угрозы постараться сделать возможности. Вопросы логистики абсолютно правомерны, и они, безусловно, будут решаться. Но если посмотреть, вот в среднесрочной перспективе, действительно, меньше выбросов, хотя, как бы, это такой спорный момент, если посмотреть, к примеру, кто дает основные выбросы в Москве, это транспорт. И что такое логистический центр? Это огромное количество фур. Мы тогда видим, вот когда под Лакинском, допустим, стоят у нас фуры на отстое, значит, какой там воздух. Но, тем не менее, это, по крайней мере, ну, понятно. Логистика должна быть, безусловно. В каткосочной перспективе это даст рабочие места и инвестиции, но небольшие. И рабочие места невысокодоходные. И инвестиции небольшие, потому что это не завод, это не переработка, и там нет большой добавленной стоимости. И мы как раз станем вот этой вылетной трубой. Задача создавать технологии с высокой добавленной стоимостью, чтобы специалисты, ну, знаете, если мы будем, конечно, нужны грузчики электрокаров, водители и так далее, но мы бы хотели, чтобы у нас были биоинженеры, хорошие медики, программисты, значит, технологи по обработке, допустим, и порошковой металлургии, по лазерным технологиям, по электронике и так далее. Мы куда их денем? Они в логистику не пойдут. Значит, соответственно, наши выпускники в ЛГУ, наша молодежь будет искать такие технологии в Иксе, в Дзержинске, в Казани, в Москве и так далее. И если мы будем концентрировать только вот на логистике, мы растеряем огромную палитру специалистов, которые хотели бы здесь работать. Поэтому нам мало логистики. Нам надо поддерживать Вольгинский, биофармацевтику, значит, биотехнологии, специалистов здесь выращивать, оставлять здесь, воровать в каком-то смысле в хорошем, приглашать сюда, создавая условия. Нам нужны специалисты, знающие работу климатических систем. Это система техники, это инженера, это проектировщики, это БИМ-моделирование, это создание новых пространств. Нам необходимо развивать радиоэлектронику и лазерные технологии. У нас есть какие-то наметки. Допустим, программа большая сейчас на 40 миллиардов в стране принята на базе Радужного, на базе Доброграда. Нам необходимо все-таки совершенствовать в классических технологиях обработки для того, чтобы в Коврове были специалисты, инженера, которые могли бы разрабатывать и обеспечивать производство высокоточное, там, неважно, для Росатома, для оборонки и так далее. Нам необходимо совершенствовать и углублять переработку древесины, и поэтому в Муроме есть предприятие, мебельный кластер здесь в Валдимире есть, в Коврове есть, в Доброграде и так далее. Нам нужны специалисты широкого уровня, чтобы здесь всем находилось место. У нас большая область, миллион триста пятьдесят населения. И сваливаться только в логистику это было бы неправильно. И не с точки зрения долгосрочного управления с устойчивым развитием, не с точки зрения добавленной стоимости эффекта в экономике. Вы пищевку не назвали просто... Пищевка, абсолютно верно. Не сбрасывайте. Ну, я могу все сейчас перечислить по большому счету. Мы долгое время гордились, что мы шоколадный сладкий кластер России, а теперь еще и колбасный. да, абсолютно верно. Это вот все производное от сельского хозяйства. У нас есть такие возможности. У нас есть... А там технологии, это тоже высокое такое... Это же технологии не прошлого века. А, допустим, сейчас мы думаем, как обновить тепличный. Сейчас современные теплицы, это как космический корабль. Там все на высоких технологиях, все очень дорого, все требует инженерного подхода, высокотехнологичного такого компьютерного подхода. Вот сказали тепличный, хочу сразу зацепиться. Очень важный вопрос. Что вы думаете по поводу приватизации гупов? И много копий вокруг, каких-то сплетен, скандалов, и даже не скандалов. Просто люди смотрят и думают, ну, это нормально или нет? Ну, не должно быть. Пускай бизнес занимается, потому что мы уже тоже с вами сейчас обсуждали. У него свои подходы, они где-то чуть-чуть побыстрее, похитрее, но эффективнее и за более короткий период можно достичь эффективности. Вот ДСУ-3, тепличный, это же все гупы. Вы уже... Я против приватизации. Значит, если мы считаем, что мы можем хорошо управлять, значит, мы должны и обязаны научиться хорошо управлять губами. Но это ведь инвестиции гигантские. Абсолютно верно. Когда... В бюджете где такие деньги взять? Идет такое соревнование, ну, это такой отдаленный пример, но, к примеру, в мире есть конкурс на лучший аэропорт мира по пассажиру потоку, по качеству и так далее. И уже давно среди JFK, Шарль-де-Гольд и так далее, Франкфурта первое место занимает Чанги. Это аэропорт Сингапура. А, Сингапура. Он государственный. И когда... Или Квандью спрашивали современных там руководителей спрашивали, значит, а почему вы не приватизируете, значит, а зачем? Мы управляем лучше, чем любая частная компания в мире. Кому мы приватизируем? Лучше нас нет никого. Вот стремиться надо к этому, чтобы уметь управлять в том числе и такими предприятиями. Это не значит, что надо душить всех остальных. Наоборот, мы намерены сейчас развивать, по крайней мере, реализовать несколько комплексов тепличных, потому что есть государственная поддержка по отдельным направлениям, не по всем, но по отдельным. Значит, но если мы, оказывается, что не умеем там управлять, зачем тогда нам доверять вообще управлять областью? Справедливый вопрос. Поэтому, если сохранились предприятия, это коллектив, это стабильная, устойчивая единица, которая обеспечивает где-то чуть-чуть продовольственной безопасности, где-то возможность ремонтировать дороги, оперативное управление, где-то, значит, якорный, допустим, карьер управления, это якорный источник, допустим, инертных материалов, которые иногда, ну, такая волатильность, и не возьмешь нигде, да, а нам строить и ремонтировать дороги. А Владимир Теплогаз? Владимир Теплогаз, безусловно. Не считайте, нужно сейчас переутилизировать. У нас есть опыт частным управлением, значит, ну, есть хорошие Т+, там, неплохие показатели, а есть небольшие компании, к сожалению, которым передали котельные, да, 200 миллионов долгов, и они исчезли. Они все выжили из них, и исчезли. А деньги с людей сняли. Посидели, а долг за газ, у теперь его региона. Да. Поэтому, если мы научимся хорошо управлять, и остальных будем подтягивать к этому уровню. Вы упомянули Ликуан Ю, и вот в завершении нашего разговора хотел у вас узнать, ну, чтобы узнать еще больше человека и лучше, да, всегда хочется задать такой вопрос, да, кто ваш вот, ну, идеал, на кого вы равняетесь? Кто из государственных, политических, общественных деятелей вам симпатичен и близок? Как вам удобно? Это может быть в мире, может быть в России, может быть ныне действующий, может быть давно не действующий уже из прошлого? Как говорится в Писании, не сотвори себе кумира. И те иногда исторические персонажи или действующие, которые представляются по истории, да, то есть уже там замечательными людьми внесшие вклад, выясняется, что в семье были какие-то там то ли тираны, то ли какие-то кучи недостатков, то и так далее. Поэтому в данном случае, да, в данном случае лучше быть гармоничным человеком. И, конечно, есть исторические, ну, опять же, да, вот Ликван Ю привез, привет. У него тоже, да, есть претензии к нему, да? Ну, это что-то близкое между Ликван Ю и, к примеру, Петром Первым, потому что один там рубил головы и бороды, значит, второй тоже сажал своих родственников, но обеспечил процветание, значит, на своем этапе процветания государства. Нет такого, я не могу сказать, что прям вообще ни на кого не равняюсь, да, есть масса примеров, которые скорее показывают необходимость быть решительным в какой-то момент, как Шарль Деголь, да, иметь свою жизненную позицию, допустим, да, президент Владимир Путин, это тоже пример для нынешнего этапа и так далее. Но сказать, что это прям идеал-идеал, нет, то есть у каждого своя дорога, своя голова на плечах, и я бы скорее сказал, что лучше быть скажем так, в гармонии с собой и с миром, чем стремиться к чему-то и достичь, и зачем, то есть ты сам такой, как дядя Федоров в Простоквашино. Я ничей мальчик, я свой собственный, да. Вот такой, да. Хороший финал. Я благодарю вас за беседу. Надеюсь, что будут еще похожие встречи, оперативные, динамичные по текущим важным, животрепещущим вопросам. Спасибо большое вам. Спасибо. До новых встреч.